Часовня тогда, ну понятно, что вот у нас была там палатка, там была алтарная часть. Вы знаете, наверное, ну вот кто прислуживает, да, и в алтаре вы бываете, что у нас там есть умывальничек наш, такой как у вас и стоит, только он с канализацией не связан. То есть этот умывальничек имеет свой колодец, там песка много насыпано, то есть то, что мы выливаем в алтаре, оно не в канализацию идёт, а в землю. То есть это что? Это сосуды мы, или там вот если постирать что-то такое, мы же не стираем, например, наши антиминсы, ну что-то такое, значит, какие-то вещи там в алтарной части просто там в стиральной машине. Нет, декана, декана причём. Вот эти платы, которые мы причащаем, вас, когда причащаете к вам, потирают губы, а эти платы, они стираются именно там у нас. И вся эта вода, она уходит вот в этот колодец, который просто всё уходит в землю, потому что это святыня. Когда мы служили в палатке, конечно, у нас вообще ничего не было, никакого колодца, ничего не было. ПЕСНЯ У нас просто был деревянный пол, и там была такая в полу дырка, куда мы всё как бы сливали. А потом, получается, когда мы палатку сняли, а это алтарное место, мы тогда защитили его, сразу же оставили там вот такой деревянный как бы помост, чтобы никто ногами не попирал, то есть сказать, не унижал это святое для нас место, место алтарной части. И вот тогда стал вопрос о том, чтобы там сделать часовну в память в четырёх годах службы в палатке. Очень трудно это шло. Например, главный архитектор города, он очень сильно хотел, чтобы там была скульптура. Скульптура, она абсолютно современная, то есть не реалистического плана, да, а современная. То есть такой плавленный такой камень, напоминающий Богородицу, напоминающий по форме, там вроде как младенец, там что-то такое, ну, камень такой. Но я как-то, как я пробивал часовню, я промолчал, конечно, потому что если бы я сказал бы «не-не, ни в коем случае», ну, мы вообще бы не получили даже разрешение что-то там делать. Разрешение было дано что-то там делать, но мы пошли как бы против как раз вот этого предложения. Разработали часовню. Причём интересно, что наша часовня была выставлена на фестивале архитектуры белорусской, и мы получили даже диплом за эту часовню. Значит, это архитектором главным этой часовни был Даниленко Владимир Фёдорович, как раз, который вот проектировал нашу воскресную школу, да. Но и я туда тоже был включён, как автор этого проекта, этой часовни. Мы получили этот диплом, награду как бы, да. И я тогда у митрополита спросил, у Владыки Митрополита, Владыка в честь кого, чьё имя может быть, или может какой-то иконы честь, мы назовём эту часовню, да. А там у нас получилось так, немножко такое странное событие. То есть, часовня у нас была закрыта всегда. И вот однажды мы его открыли, а там стояла икона Всескорбящих Радостей с грошиками. Вы знаете, что две иконы есть Всескорбящих Радостей. Сама икона Божьей Матери Всескорбящих Радостей, а с грошиками это когда в Санкт-Петербурге зажёгся храм, да, и впаялись вот эти вот грошики, которые там были, сама икона, она так и есть, и там на этой иконе изображены прямо так вот, эти впаявшиеся грошики, иконы этой Всескорбящих Радостей. И я тогда говорю, владыка, может быть, тогда у нас собор будет Всескорбящих Радостей, а тогда часовня Всескорбящих Радостей с грошиками. Но это вот тогда он мне не сказал, что нет. Святой Дух как бы нам подсказал, чтобы на этом месте, во Фруненском районе города Минска, возник приход иконы Божьей Матери Всескорбящих Радостей. Поэтому вот эта часовенка будет освещена во имя Духа Святаго. Поэтому мы там вот художника Барабанцева, который исполнил нам вот эти мозаичные наши иконки, вот Ефросинья Полоцкая, вы видите мозаичные иконки, мозаичные иконы Всескорбящих Радостей, большая там на Звонице, и Спас нерукотворный с этой стороны Звоницы. То есть мы уходим, благодарим Господу и пошли по домам. И этот же художник, я к нему обратился, и он расписал эту часовню. Там есть момент такой, хотя это, наверное, правильно все-таки. Она очень такая светленькая, но, наверное, если бы мы сделали более насыщенные там цвета, он очень нежно это сделался. Может быть, это было очень темно и как бы такое гнетущее было такое состояние, если бы мы туда заходили. А он сделал это очень нежно, как-то так, легкими красками. Поэтому там легко как-то заходишь, там действительно небо, так это голубое небо. Ну, вот вы знаете, что в храмах многих византийского письма о росписи, где там насыщенный синий цвет такой, а здесь такой вот более нежный такой. Ну и там все, значит, как раз эпизоды, когда Святой Дух участвовал как бы в Новом Завете, где он там упоминается в Писании, то есть как раз и после крещения Господа, когда там Троица явила себе, там, да, и Пятьдесятница, то есть вот все эти вот сюжеты, он там это все как раз изобразил. То есть вот у нас такая вот эта часовня, именно поэтому она и освящена во имя Святаго Духа. То, что он нас как бы вот подсказал здесь строить вот наш с вами приход Всескорбящих Радостей. Икона Всескорбящих Радостей, вы, наверное, возьмите точнее, наберите в интернете, вам там точно будет. Там сестра патриарха, она сильно заболела, и она вообще-то при смерти была, и ей было явление, что, значит, призыви священников, чтобы они взяли такую икону, она находится там-то, и молебен, святым отслужили-то, так это сделано было, она выздоровела. То есть это вот такое явление, которое все услышали, все знали о нем, да, и вот эта икона, так она и была прославлена. Ну, а смысл ее мы с вами знаем, то есть это Богородица, которая помогает, ну, в общем-то, всем людям нуждаясь в такой помощи, очень нуждающейся в такой помощи, слепым, хромым, там, нагим, там, кто хочет голодным, кто хочет кушать, там, инвалидам, всяким-всяким-всяким-всяким. Вот она там, святая Богородица, которая ей ангелы, на некоторых иконах ангелы изображены, они ей помогают, вот как раз осуществлять вот эту помощь вот нуждающимся людям. Ну, вот это смысл, как бы, нашего с вами прихода. Изначально сразу же он такой и был. Я тоже думаю, что это промыслительный, конечно. Или у Владыка так все это, тут трудно сказать, потому что, да, как-то он все это, да, я много удивляюсь этому все-таки. Его же было благословение на, значит, по диагонали города Минска на западе и на востоке сделать два крупных прихода. Вот как он это, ну, вот он же так благословил в свое время, а это все пустое было. И возник вот Дом Милосердия, Всесвятский приход огромный и наш. Вот по диагонали города Минска. Именно приходские, не монастыри, то, что монастырь в новинках, это совсем другое, а именно приходы, такие большие, мощные приходы. Вот они, так Владыка благословил, и посмотрите, так оно и получилось. И я думаю, что как раз смысл вот этой иконы, Всескорбячьей Радости, это и есть вот так суть нашего с вами прихода. Взять мастерские, взять все, что хотите, это все у нас здесь и делается. С самого начала это все это было. Ну, вот у нас, можно так сказать, что церкви делятся на малые храмы, средние такого размера, ну и крупные, малые, средние и крупные. Вот наша Свято-Ифрастининская церковь, она такая же, в принципе, как, ну, она чуть больше, чем Александра Невская, там, предположим, или Мария Магдалининская. Но это вот из этого, вот такая группа храмов, вот этих вот. Конечно, уже Петропавловский собор, он, понятно, уже большой собор, ну, кафедральный собор, он меньше, конечно, чем Петропавловский собор. Но если взять Веснянку там, да, то Покровская церковь, она 18 на 18 метров. Наша и в России не 12 на 12, но собор 30 на 30. То есть, да, я смотрел, что отцы начинают стоять. Вот только что был у меня отец Александр Пальчевский, настоятель церкви прихода, значит, Спиридона Тремифунского. Вот он с радостью пришел, советовался, как там им дальше двигаться. И вот они там, они получили землю. Вроде как землю им дали уже, слава Богу, если утвердят, дай Бог. Причем там даже больше земли, чем они ожидали там. Ну, там вынуждены были, кусочек такой перерезали там. Ну, вот он счастливый человек, то есть у нас здесь, кроме того, что они сейчас в помещении таком специальном служат, Спиридона Тремифунского, то Бог даст, у нас и церковь такая тоже появится. Строится, строится церковь, слава Богу. Раньше все время думали светские власти, что строят епархию. И часто очень в самом начале приходилось объяснять, что епархия, значит, сама, то есть приходы содержат епархию. То есть, наоборот, на взносы от приходов существует епархия. В епархии нету там фабрики, завода и тому подобное. У нее нету ничего этого. Поэтому мы, наоборот, содержим их. То, что владыка митрополита там, Филарета его очень уважали, любили, вы знаете, я по нынешнему митрополиту Павлу не знаю, какие там взаимоотношения. А там были пожертвования. Да, сейчас, наверное, тоже есть такое. Но у них и самих там проблем много. То есть, вы знаете, что там здания, они собираются, епархия собирается расширять это здание, которое будет пристроено к их нынешнему епархиальному правлению. Там будет далее развиваться это здание. Там и церковь будет строенная, домовая. И, конечно, проблема стоит и с духовным училищем, и с академией, и семинарией, как это все содержать.